Здравствуйте! Я рад приветствовать вас в очередном выпуске проекта «Будь в форме» Цикле передач, посвященных спорту, активному отдыху и, в общем, здоровому образу жизни Телеканал «Видное ТВ» продолжает изучать тонкости и нюансы тренировочного процесса В этот раз мы решили рассказать о таком виде спорта, как пауэрлифтинг Ну и, как обычно, в изучении данного вопроса без специалиста нам не обойтись Расскажет и покажет, что такое пауэрлифтинг, а также поделится секретами тренировок Инструктор тренажерного зала фитнес-центра «Мегаполис Семили» Артем Артем, здравствуйте! Рад вас видеть! Артем, ну, в первую очередь, давай расскажем, что такое пауэрлифтинг в целом Мы соревнуемся в трех соревновательных движениях То есть в приседаниях, в жиме лёжа и становой тяги Смысл вот этого всего спорта заключается в том, что нужно достичь максимального результата В каждом из этих движений Суммируя вот эти показатели, мы выводим победителя Праздя, а в чём отличие тогда его от тяжёлой атлетики? Там же тоже надо достигнуть максимальных результатов Тут, наверное, следует вспомнить саму историю, как это всё начиналось То есть ранее появилась именно тяжелоатлетика Или силовые виды спорта, как они так назывались Пятиборья, троеборья, которая оформилась уже в 20 веке Пауэрлифтинг – это, по сути, подсобные упражнения тяжелоатлетов Мы не выполняем рывок, не толкаем штангу, не жмём штангу стоя У нас есть конкретно обозначенные упражнения Приседание, жим лёжа, становая тяга А как влияет вообще на организм пауэрлифтинг и травмоопасен ли этот вид спорта? Влияет исключительно положительно А насчёт травмоопасности, я считаю, что это неверно заданный вопрос То есть всё это относится к категории тренера и умения пользоваться данным оборудованием Ну и так далее Поэтому травмоопасен, любой спорт травмоопасен, если ты не умеешь использовать снаряды как следует В этом, наверное, заключается самая главная задача тренера То есть обеспечить спортсмена техникой, чтобы он смог бесконечно, так сказать, прогрессировать Поэтому, говоря о травмоопасности, не более чем какое-нибудь фигурное катание и так далее Ну я параллельно ещё занимался когда-то акробатикой Если сравнить эти виды спорта, то акробатика, наверное, по статистике гораздо травмоопаснее, чем пауэрлифтинг То есть получается, как и в принципе в любом виде спорта, во главе угла стоит техника выполнения упражнений? Да, всё верно Подчёркиваю, самым главным для начинающего спортсмена является поиск хорошего тренера Хороший тренер обозначит правильную технику, которая без травм доведёт его до самых высоких результатов А вот смотри, Артём, есть такой ещё момент, как экипировочный положительный и безэкипировочный В чём вообще различие, что это означает? Если сказать продолжение из предыдущего вопроса, то экипировка снимает часть нагрузки на тот же опорно-двигательный аппарат То есть её можно использовать, допустим, уже травмирующимся спортсменам, которые получили какую-то травму И это, опять же, нужно искать тренера, который специализируется на экипировке Ну что, Артём, предлагаю от теории перейти к практике Давайте попробуем Пойдём Первым движением в пауэрлифтинге у нас идут приседания Минимальный энергозатратный отход от стоек То есть в два-три шага Движение начинается с колена Идут колени Потом отводится таз назад Садимся, проходим угол параллели И встаём Следующим движением в пауэрлифтинге у нас идёт джим-лёжа Лучше слегка свести лопатки Свести лопатки и опустить плечи Не отрывая таз Стопы стоят максимально удобно Очень аккуратно и плавно Руками Так Удерживаем штангу Опускаем её на низ груди И выжимаем Не следует выполнять это движение самому Лучше использовать страхующего, который вам подаст И, соответственно, заберёт вашу штангу после выполнения упражнения Становая тяга Заключительное упражнение соревновательной тройки И именно здесь начинается основной накал борьбы Именно здесь нужно выложиться по полной И показать максимальный результат Аккуратненько подсаживаемся С прямой спиной Срываем штангу Распрямляемся Вот так выглядит движение Вот мы с вами разобрали все три соревновательных движения Важным, наверное, будет сказать, что все соревновательные движения Идут один за одним В первую буквально В один час Поэтому нужно максимально, так сказать, легко отприседать Максимально эффективно Но в то же время не потратить силы Чтобы их хватило на становую тягу Потому что здесь используются одни и те же мышечные группы Это важно Сегодня мы познакомились с таким видом спорта, как пауэрлифтинг Узнали, что он состоит из трех соревновательных движений Это приседания, жимлёжа и становая тяга В следующих выпусках мы подробно расскажем о каждом из них Ну а на сегодня это всё Я с вами прощаюсь Всего вам доброго И будьте в форме Телеканалом Видное ТВ Редактор субтитров А.Семкин